Крестом равнопосланной Нины, которая сложила виноградную лозу в форме креста. И с этим крестом пришла на проповедь на земли Святой Грузии. Небольшая передвижная часовня с частичкой Грузии. Уже два года каждую субботу здесь, на улице Советской Армии 68, проходят службы. Именно здесь началось строительство храма в грузинском стиле. Отец Анатолий – идейный вдохновитель всей этой истории. Батюшка так вдохновился поездкой в Грузию, что даже начал учить грузинский язык и вести на нем службу. Запрос есть. В Алтайском крае проживает около тысячи грузин. И совсем скоро их и других православных объединит одно место. Сейчас здесь пока вырод котлован, но в будущем появится храм в грузинском стиле. Он будет двухуровневый. Нижний в честь Серафима Саровского, верхний в честь Гаврила Самтаврийского, как символ братства двух народов – России и Грузии. И это будет целый комплекс – здание воскресной школы с этнографическим музеем. Здесь же будут проводить мастер-классы по приготовлению русских и грузинских блюд. На объекте в начале августа начались активные строительные работы. Следующий этап – заливка фундамента. «Было действительно переживательно так. Перед началом, когда должна была заехать техника пару ночей, действительно не спалось. Просыпаешься ночью, помолишься, думаешь, Господи, благословишь, чтобы все, чтобы и погода была. Ну, слава Богу, все продвигается». Разработкой эскизного проекта занимался барнаульский архитектор Андрей Таджанов. Перед его командой стояла непростая задача – адаптировать здание под наши условия, при этом сохранив грузинский колорит. «Исторически грузинские храмы, они просто из других материалов, в другой местности и в других сейсмических условиях строились, поэтому там немножко другая типология. А здесь мы адаптировали все это к нашему региону». А над разработкой рабочего проекта трудилась мастерская Петра Анисифорова. В его портфолио немало храмов. Один из них – первый и пока единственный православный храм в Антарктиде. «Чтобы построить здание, нужно связать больше 40 профессий. Были не будут торжественно. Самое главное, что район Осипенко, район Червемушек, я думаю, просто они в своем жизненном статусе получат возвышение». Инициативная группа надеется до зимы оселить сокольный этаж. Темпы строительства зависят от сбора средств. Храм строится на пожертвования. Пока собрано около 3 миллионов рублей, а всего необходимо порядка 80. Кто-то помогает строительными материалами. Один из порноульских храмов пожертвовал 5 колоколов. Но очевидно, что очень нужна и финансовая помощь. И потом это где-то обязательно зачтется. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.